Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор. Это радио Комсомольская правда. 400 городов вещания в России, в том числе и в Свердловской области. Свердловской области 92,3 FM Екатеринбург, Нижний Тагил 96,6, РОВ 89,5. Кроме того, нас можно слушать, слышать, принимать еще и в интернет-вещание. Заходите на сайт radio.kp.ru или скачивайте себе на iOS и Android приложение radio.kp.ru. Не забудьте только выбрать город вещания Екатеринбург. Тогда точно будете в курсе всех новостей Свердловской области. Меня зовут Людмила Варакина и у нас в студии заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютаева. Екатерина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня про профилактику заболевания ковид, ОРВИ, грипп. Поговорим мы и про диспансеризацию, и о вакцинации. Да-да, действительно, вы не ослышались. Действительно, тема коронавируса у нас по-прежнему в топе, по-прежнему актуальна. В Свердловской области за последнюю неделю, правда, уровень заболеваемости коронавирусом немножко снизился, примерно на 10%. Значит ли это, что вот на данный момент ситуация по распространению коронавируса в регионе находится под контролем и вводить какие-либо ограничения власти не планируют? Действительно, за последние 7 дней, это период с 24 октября по 30 октября, на территории Свердловской области зарегистрировано всего 2404 случаев новой коронавирусной инфекции, и это меньше, чем предшествующую неделю, аж на 47,8%. Мы находимся в стабильной эпидситуации, у нас на сегодня развернуто всего 4 медицинских организации для оказания медицинской помощи, большой процент свободного коечного фонда, и сейчас, наверное, самый благоприятный момент для того, чтобы заняться собой, заняться профилактическими мероприятиями. И это не только вакцинация, это диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, соответственно, снижена нагрузка на первичное звено здравоохранения, и весь упор работы терапевтических участков, и в целом амбулаторно-поликлинических подразделений, он сейчас настроен на профилактические мероприятия. Ну, действительно, вот еще недавно слово коронавирус вызывало такую панику, страх. Сейчас все к этому привыкли, даже удивляются, неужели он еще существует в нашем регионе. Хотелось бы узнать, с марта 2020 года, когда первый случай зафиксирован был в Свердловской области коронавирусной инфекцией новой, что изменилось для пациентов? Вот для тех, кто, ну, не знаю, там температура повысилась, какие-то другие еще признаки, он приходит в больницу, и дальше что? Очередей нет, все в порядке, все правильно, дают ему лекарства по-прежнему бесплатные, либо все по-другому сейчас за эти годы сделано для тех, кто болеет, либо предположительно болеет коронавирусной инфекцией. При любых признаках острых респираторных заболеваний, неважно, это подъем температуры, боль в горле, головная боль и другие, насморк, заложенность носа, даже если это кишечные проявления, рвота, диарея, нужно оставаться дома и вызвать врача. И вся медицинская помощь всем пациентам с респираторными заболеваниями оказывается на дому выездными бригадами. Да, у нас в каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной помощи отдельные для пациентов с респираторными заболеваниями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, для того, чтобы разделить потоки в поликлинике и чтобы не было распространения внутри медицинской организации. Поэтому остаемся дома, вызываем врача, врач приезжает, всем пациентам с катаральными явлениями, с температурой обязательно будет проводиться тест на ковид. Сейчас это экспресс-тесты ИХА, результат в течение 15-20 минут. Где-то процентов, наверное, 25-30 выявляется новая коронавирусная инфекция, в остальных случаях это остро-респираторная инфекция. И причем доминируют сейчас в популяции, циркулируют риновирусы. Если все-таки новая коронавирусная инфекция подтверждается, дальше оценивается клинический статус пациента, обязательно учитывается вакцинирован или нет, и решается вопрос о назначении специфической терапии. Сразу скажу, специфическая терапия сейчас по временным методическим рекомендациям назначается не всем, а только группам риска, те, которые не вакцинированы. В основном это пожилые люди, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, артериальную гипертонию, сахарный диабет, онкологию и так далее. Препараты все вам выдадут бесплатно и возьмут под так называемый аудиоконтроль. То есть вам обязательно будет врач звонить, плюс вам оставят номер телефона для связи. Если в процессе лечения будет ухудшение состояния, то вы звоните либо в поликлинику по тому телефону, который вам оставил врач, либо на линию 122. Либо уж если совсем высокая температура и чувствуется затруднение дыхания, это, конечно, повод для вызова скорой помощи. И решается вопрос о госпитализации в ковидный госпиталь. Ну, я могу подтвердить, потому что буквально недавно я приехала из отпуска, у меня был кашель, я обратилась по месту жительства в поликлинику, причем вход был отдельно для тех, у кого респираторные заболевания. И прямо тут же моментально в кабинете врача мне сделали тест, он был отрицательный, на всякий случай мне врач выдал направление сделать рентген, легкие тоже оказались чистые. Но вот я могу подтвердить, что действительно работает эта система, так вот оно в нашем регионе происходит. Хотелось бы узнать, больше ли вот этих самых лабораторных исследований сейчас стали проводить для выявления коронавируса, либо это все в рамках той же статистики, как это было, ну, не знаю, месяц назад, год назад, полгода назад? Ну, конечно, если сравнивать с прошлым годом, их стало больше. Во-первых, год назад нам было недоступно ИХ-тестирование, вот эти экспресс-тесты. Сейчас всем в обязательном порядке, если пациент по любым обстоятельствам поступает в стационар, и у него есть признаки респираторной инфекции или подъем температуры, он подлежит ИХ-тестированию. И далее уже решаются вопросы его маршрутизации. Если скорая помощь приезжает на вызов с диагнозом ОРВИ, она тоже тестирует пациента. Конечно, количество тестирований зависит от уровня заболеваемости, вообще, в принципе, респираторными инфекциями. Но вот эта неделя, по сравнению с предыдущей, мы отмечаем снижение в целом заболеваемости ОРВИ на 1,8%. Причем детишки в возрасте школьном, они стали болеть меньше. Соответственно, сейчас у нас они разобщились на каникулы, да, то есть мы ожидаем еще снижения уровня заболеваемости. Поэтому, вот соблюдая все несложные меры, да, все-таки находясь в общественных местах, одевая маски, соблюдая масочный режим, хотя он у нас и не вводится в обязательном порядке, но это правила личной гигиены. То есть мыть руки, избегать места такого большого скопления людей, носить маски и избегать, так скажем, плотного и тесного общения. Ну, естественно, если посещаем медицинскую организацию, то, конечно же, это масочный режим. В России специалисты выявили два новых штамма COVID-19, один из них под Витамикрона, Цербер. Хочется бы узнать, а зафиксирован ли он у нас на Среднем Урале? У нас постоянно проводится мониторинг циркуляции, в том числе и не только новая коронавирусная инфекция этих вирусов, но и вообще, в принципе, мы знаем, вирусный пейзаж не зафиксирован. И надо сказать, что благодаря, наверное, самому действенному способу профилактики, это иммунизации населения, новая коронавирусная инфекция сейчас протекает легко. И все, кто ей сейчас заболевают, знают короткий инкубационный период, 3-5 дней. 3-5 дней болеем, да, это может быть там одно-двухкратный подъем, высокий температур, но в целом протекает у вакцинированных легко. Тяжело болеют те, кто не привиты. Тяжело болеют те, кто имеет тяжелые, запущенные, сопутствующие, ну, свои основные, так скажем, заболевания, да. Ну, и вот могу вам назвать среднестатистический портрет умершего от новой коронавирусной инфекции пациента, мы не отличаемся от данных по Российской Федерации, это пациент в возрасте старше 75 лет, имеющий два и более тяжелых декомпенсированных хронических заболеваний неинфекционных и невакцинированный, либо вакцинированный более 270 дней назад. А это что значит? А это значит, что вот в той эпидситуации, в которой находится Российская Федерация, ну, и Свердловская область, это не исключение, по эпидемиологическим показаниям мы должны вакцинироваться каждые 6 месяцев. Поэтому, если срок вакцины у вас закончился, то, пожалуйста, любая медицинская организация, вакцины у нас достаточно. Кроме того, сегодня мы развернули дополнительно кабинеты вакцинации в часы диспансеризации, чтобы человеку было удобно. Если он пришел на диспансеризацию, он может тут же поставить прививку. А самое главное, что Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции гриппа. То есть, вводятся две вакцины в две разные анатомические области, в двух шприцах. Кроме того, мы ожидаем где-то в течение этой недели, в начале следующей, поставку специальных пластиковых насадок. Они называются атомайзеры, что позволит нам вводить вакцину против новой коронавирусной инфекции интраназально, то есть через нос. Вот, кстати, у нас есть вопрос, а слушатели по поводу этой самой вакцины, насколько она эффективна, кому показана, только детям, только пожилым. Кто может, может ли простой, не знаю, гражданин, уралец, прийти в больницу и сказать, вот, а мне, пожалуйста, вот не надо колось, сделайте мне назальную вакцину. Это та же самая вакцина гам-ковид-вак, только она вводится не внутримышечно, не путем инъекции, а вводится путем специальной насадки распылителя внутри носового хода. И может это сделать кто угодно. Ну, понятно, дети – это детская вакцина, вакцинация взрослого населения с 18 лет, обычная взрослая вакцина гам-ковид-вак. Кстати, по поводу вакцинации, давайте назовем какую-то статистику, сколько сейчас у нас уже вновь ревакцинировано, есть ли люди, которые не вакцинировались ни разу, и сейчас они продолжают ставить эти вакцины, есть ли такие цифры у нас? Если считать от начала, так скажем, вакцинации, то у нас примерно где-то 92% всего населения взрослого вакцинировано. Но, учитывая, так скажем, актуальность вакцинации, это мы считаем 6 месяцев от последней вакцинации, то мы, конечно, здесь не дотягиваем до значимых показателей, и нам где-то нужно, как говорится, подтянуться, потому что где-то 60% составляет, хотя, в принципе, Минздрав России рекомендует 60% населения, и этого будет достаточно для вот такой эпидемиологической защиты. Но очень рекомендую не тянуть с этим вопросом, потому что, конечно, в прошлом году не было подъема гриппа, в этом году как сложится эпидситуация, мы не знаем. Сейчас уже заканчивается октябрь, наступает ноябрь месяц, и к декабрю, естественно, если мы уходим в доковидное время, декабрь – это как раз сезон гриппа. Для того, чтобы нам с этой темой, как говорится, не столкнуться, сейчас нужно обязательно вакцинироваться и от гриппа, и проверить актуальность своей вакцинации против новой коронавирусной инфекции, для того, чтобы быть уже полностью защищенным, и если вы заразитесь, то переболеете легко и останетесь дома. Вот, кстати, наши слушатели тоже заранее прислали вопросы, и один из вопросов – сохранился ли грипп или его вытеснил коронавирус? Ну вот, судя по тому, что вы говорите, грипп все-таки еще есть у нас. Ну, конечно, есть. Он никуда не делся, этот вирус. Он в мире вообще циркулирует. Поэтому, чтобы не столкнуться с ним вживую, как говорится, потому что он имеет очень достаточно тяжелые последствия, достаточно поставить прививку. Кроме того, прививка против гриппа, она ведь еще защищает от других респиратурных инфекций, потому что в целом усиливает как бы неспецифические защитные свойства организма. Кстати, насчет вакцинации от гриппа хотелось бы узнать. В России, в Свердловской области, в Екатеринбурге раньше привозили импортные вакцины от гриппа. Сейчас все вакцины, которые у нас есть в больницах, в поликлиниках, они российского производства? Да, у нас все вакцины российского производства, но они все высокоэффективны. Я уже привилась, все, как говорится, государственные муниципальные служащие, все медицинские работники, работники образовательных организаций, учреждения социального обслуживания, сейчас называют те группы риска. Это те, которые работают с большим количеством людей. Вообще, в принципе, работники торговли, транспорта, промышленных предприятий, это все те, так называемые, декретированные группы, которые подлежат вакцинации. Ну и, понятно, дети в организованных коллективах, дошкольники, школьники. И вакцины российского производства показали свою эффективность. Ну, если говорить про вакцинацию, то ведь можно поставить себе вакцину не только в поликлиниках, не только в медицинских учреждениях, но и в Свердловской области, в Екатеринбурге, в частности, продолжают работать пункты вакцинации в торговых центрах. Они будут увеличены в связи с предполагаемым сезонным риском повышением заболеваемости ОРВИ, гриппа, коронавируса? Либо достаточно тех пунктов, которые сейчас есть, и они не будут увеличиваться, они будут больше, что называется, масштабироваться по регионам? У нас есть опыт разворачивания практически во всех торговых центрах одновременно. Сейчас у нас в области работает 9 пунктов вакцинации. Это не только город Екатеринбург, это еще крупные города, это Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Азбест, Березовский. По мере потребности, то есть если будет спрос у населения, мы готовы разворачивать в любом торговом центре и, в принципе, на любом предприятии. У нас, кстати, стартовал пилотный проект. Это проект Министерства здравоохранения Свердловской области. Он называется «Добро на предприятие». Когда мы выезжаем на крупные предприятия и проводим там диспансеризацию взрослого населения, в том числе углубленную диспансеризацию, совмещая ее с вакцинацией. Это получается такой же проект, который раньше назывался «Добро в село», только это вот в сельской местности было, а теперь уже на предприятиях масштабируется. Но только он не канул в лету, он у нас существует. И действительно мобильные комплексы, так называемый автопоезд здоровья, ездят. «Добро в село», «Добро в город» работает по особому графику, ездит во все отдаленные территории. Но дополнительно для трудоспособного населения… Почему трудоспособный? Потому что это экономика региона. Потому что количество дней нетрудоспособности влияет в целом на валовый национальный продукт, ну и на благосостояние всех граждан, кто занят в трудовом процессе. Это самая такая вот, ну помимо старшего поколения, это самая такая группа населения, на которую у нас сейчас пристальное внимание направлено. Поэтому это очень удобно. Человек, не отходя, как говорится, от производства, может пройти в течение двух часов весь комплекс первого этапа диспансеризации, в том числе углубленной, поставить все необходимые прививки. Их можно поставить две уже одновременно, грипп и новую коронавирусную инфекцию. А дальше, если у человека по результатам диспансеризации выявляются какие-то факторы риска либо подозрения на заболевание, он уже направляется к узким специалистам и на это обследование в поликлинику. И работодатель дает ему законный день для диспансеризации. То есть мы, как говорится, убиваем двух зайцев. И работодатель, заботясь о своем, так скажем, народе, о своих трудящихся, позволяет в течение рабочего дня без отрыва от производства. Ведь есть такие производства, где достаточно сложно человека даже на один день отпустить. А если ему требуется еще дообследование, тут уже, как говорится, возникают различного рода сложности. Кстати, вот когда выезжает бригада непосредственно, прицельно на диспансеризацию, там, как выясняется, и эффективность выявления заболеваний выше. Потому что и граждане осознанно подходят, да, они уже по-другому заполняют и отвечают на вопросы в анкете, они проходят все необходимые исследования. То есть они меньше дают отказов от прохождения, например, флюорографии, от прохождения маммографии, от сдачи кала на скрытую кровь. Ну и, соответственно, бригада терапевтов и узких специалистов, она тоже нацелена на то, чтобы качественно посмотреть определенный круг населения. Очень удобно. А что нужно сделать, чтобы люди, работающие на каких-то предприятиях, могли получить возможность диспансеризации у себя на рабочем месте? То есть им нужно обратиться в отдел кадров и сказать, сделайте нам это. Либо руководители непосредственно должны обращаться уже в какие-то поликлиники или в Министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы это все произошло. У нас всю эту работу координирует Центр медицинской профилактики, Центр общественного здоровья, медицинской профилактики. И любой работодатель, неважно, город Екатеринбург или отдаленные уголки Свердловской области, посылает заявку в Центр общественного здоровья. А дальше уже от количества человек, которые подлежат диспансеризации, которые желают это сделать, мы решаем вопрос, будет она выездная, если это маленькое количество человек. Ну, тогда, конечно же, нецелесообразно привозить мобильные комплексы на территорию предприятия. Тогда мы делаем в близлежащей поликлинике, в близлежащей медицинской организации так называемый «зеленый коридор», когда граждане просто за руку их приводят, и они в течение двух часов все это дело проходят. Но если предприятие крупное, мы привозим передвижной маммограф, передвижной флюорограф, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, где дополнительно у нас кабинет вакцинации. Ну, и просим единственного от работодателя, чтобы пара кабинетов для осмотра терапевта нам предоставили. Ну, и забор анализов, естественно. Какая удобная вещь по поводу диспансеризации. Хотелось бы поговорить и дальше. Диспансеризация сейчас в Сырловской области проходит не первый год уже. Те, кто этим занимался, уже знают, что это такое. Ну, а кто впервые слышит? То есть абсолютно любой гражданин может прийти с полисом, паспортом в поликлинику и сказать, я на диспансеризацию. Либо это вообще происходит каким-то другим образом. Вообще любой человек, который заходит в поликлинику старше 18 лет, он подлежит профилактическим мероприятиям. Граждане от 18 до 39 ежегодно могут проходить профилактический медицинский осмотр. Это, ну, совсем минимальное скрининговое исследование. И один раз в три года они подлежат диспансеризации. После 40 лет диспансеризация ежегодная. Кроме того, если гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, ну, даже если она документально не подтверждена, он имеет право пройти углубленную диспансеризацию. Там немножко другой дополнительный перечень обследований. Поэтому кабинет отделения медицинской профилактики, приходите в регистратуру, говорите, я на диспансеризацию. Даже если вы просто пришли к терапевту за какой-то справкой, ну, за какой-то выпиской, не знаю, там, по любому поводу, вы можете сказать, я хочу. И, кроме того, сейчас мы нацеливаем работу участковой службы на то, чтобы они активно граждан, которые, особенно те, которые два и более лет не были в поликлиниках, призывали на прохождение профилактических мероприятий. Потому что выявляется достаточно много заболеваний. Например, по результатам работы за 9 месяцев выявлено уже подтвержденных более 900 онкологических заболеваний. Но при этом 72% из них на ранней стадии. А это значит, что после лечения человек абсолютно здоров. По поводу диспансеризации есть у нас вопрос. Наши слушатели, ну, и даже коллеги жалуются, что во время прохождения диспансеризации некоторые специалистов и диагностические исследования, например, УЗИ, заставляют проходить платно. Насколько вообще это законно? Вообще в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи весь комплекс мероприятий, который входит в диспансеризацию, он бесплатен. Поэтому, конечно, в некоторых медицинских организациях существует определенная запись на тоже ультразвуковое исследование, например, на прохождение каких-то еще дополнительных лабораторных исследований. Но это не значит, что это нужно идти в какую-то клинику или здесь же сдавать это платно. Нужно просто подойти к своему терапевту либо к заведующему поликлиникой и решить вопрос о записи. Давайте поговорим еще по поводу врачей. Насколько их сейчас хватает или не хватает? Вообще вот мы начали говорить про коронавирусную инфекцию. Мы помним, как первая, вторая, третья, там другие волны коронавируса в Средневоскопласти, когда были, люди жаловались на нехватку специалистов, врачей. А сейчас что с медиками в поликлиниках, в ФАПах? Всех ли хватает? Достаточно ли их? Укомплектованность медицинских организаций в принципе более 80%. Конечно, в амбулаторно-поликлинических подразделениях ситуация немножко похуже, но в связи с тем, что изменилась система образования, и теперь ребята, которые заканчивают 6 курсов медицинского университета, уже могут, так называемые специалисты, закончившие специалитеты, они уже могут самостоятельно вести амбулаторный прием. Благодаря вот таким вот, так скажем, новеллам в образовании, у нас немножко укомплектованность первичного звена получше стала. Кроме того, у нас есть целевой набор, и ребята не с самыми, так скажем, высокими баллами ЕГЭ поступают в медицинский университет на целевое обучение, когда областной бюджет оплачивает образование, и эти ребята уже распределяются в определенные медицинские организации. Плюс, отработав какое-то время по, так скажем, по контракту, они имеют право на поступление уже в дальнейшем в ординатуру на узкую специальность и снова остаются в той медицинской организации, куда, так скажем, они изначально были прикреплены. Но мы стараемся, особенно это актуально для отдаленных территорий, для маленьких городов, чтобы те дети, которые, как говорится, где родился, там и пригодился. Сейчас мы работаем над увеличением целевых классов в общеобразовательных школах, чтобы практически в каждом муниципальном образовании был хотя бы один химико-биологический либо медицинский класс, чтобы детишки целенаправленно готовились к сдаче выпускных государственных экзаменов в школе и поступали в медицинский университет по целевому обучению. Увеличили мы квоты целевого набора. С этого года у нас дополнительно 50 целевых областных мест в медицинском колледже, потому что фельдшер тоже имеет право замещать функцию врача на приеме в поликлинике. Я думаю, что еще лет через пять у нас этой проблемы уже совсем не будет. Насколько болезненно скажется мобилизация медицинского персонала в Свердловской области, особенно если мы говорим про высококвалифицированных хирургов, других специалистов, и много ли врачей сейчас принимает участие в спецоперации? В Свердловской области у нас все врачи работают в штатном режиме. Конечно, мы понимаем, что все они являются военнообязанными, но на сегодняшний день ситуация такова, что все работает в штатном режиме. Федеральное правительство направит регионам 59 миллиардов рублей на зарплаты медиков. Эти деньги пойдут на повышение заработной платы врачам. В Свердловской области какую сумму вы ждете и на сколько увеличатся зарплаты? Мы пока не знаем итоговой суммы, но ожидаем порядка не менее миллиарда рублей. Это будет не только на зарплаты. Пока еще, как говорится, правил распределения этих субсидий федеральных нет. Мы ожидаем распределительных документов. Но в целом, так называемую дорожную карту по заработным платам по региону мы выполняем. Ну и последний вопрос. Сейчас в регионе появились курсы оказания медицинской помощи. Курирует ли их Минздрав? Куда можете порекомендовать обратиться? Курсы оказания первичной медицинской помощи, они развернуты у нас при Свердловском областном медицинском колледже. Конечно же, это наша подведомственная медицинская организация. Минздрав, конечно же, курирует эти курсы. Со всеми заявками нужно обращаться туда. Если, например, это предприятие какое-то или организация, и хочет обучить своих сотрудников, можно оставить заявку в медицинском колледже. Спасибо у нас в студии заместитель министра здравоохранения Свердловской области Катерина Ютаева. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Всего доброго. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор Бесконечно можно слушать три вещи «Похвалу начальства», «Шум дождя» и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!